10 мая Басманный суд Москвы в очередной раз не разрешил Следственному комитету отпустить из СИЗО под домашний арест театрального менеджера Алексея Малобродского. Во время заседания у Малобродского случился инфаркт, но под домашний арест его все равно не отпустили. Заседание проходило на очень интересном фоне. В последние дни в России особенно много говорили о величии. Президент Путин произнес на параде 9 мая речь, который фактически заявил, что не было пакта Молотова-Риббентропа, не было депортации миллиона советских немцев, что миллион красноармейцев не сдались в плен в первые месяцы войны, части СМЕРШ не гнали солдат на убой с одной винтовкой на троих, что детей не мобилизовывали на заводы и не отправляли в лагеря, если они отлучались с рабочего места. То есть конкретно этих слов Путин не произносил. Но смысл выступления был именно таким. Цитировать все соответствующие места из речи я не буду, ее можно целиком найти в интернете. Ни одна страна мира не отражала такого нашествия, сказал Путин, как будто бы Китай в те же самые годы не отражал нашествия Японии. Ну да ладно. Зато, как сказал Путин, был положен конец зверствам, бесчинствам и варварству нацизма. Давайте запомним эту фразу. За день до этого с впечатляющей речью о величии России выступил ведущий программы «Время» Кирилл Клеймёнов. Это пересказать невозможно. Это надо видеть своими глазами. Таких стран, как наша, вообще меньше, чем пальцев на одной руке. Конечно, величие тяжкая ноша. Для большинства некогда великих стран она в конце концов оказалась непосильной. Это он говорит о странах Западной Европы. Ну и пусть, говорят нам в ответ европейцы, зато у нас воздух чище, медицина лучше, и люди живут дольше, хоть и скучнее. А у нас веселее, но короче. Когда у 60-летнего Алексея Малобродского, бывшего генерального директора театрального объединения «Седьмая студия», случился инфаркт, суд сначала не пускал к нему врача, потом не позволял вызвать скорую помощь, а потом, в конце концов, разрешил госпитализацию, но не в ту больницу, где есть современная кардиореанимация, а в ту, куда обычно увозят заключенных. Малобродского заставили идти в машину скорой помощи пешком, а сейчас он лежит в больнице, прикованный к кровати наручниками. Вот тут я хочу напомнить фразу Путина, что мы победили зверство, варварство, бесчинство. Я записываю этот комментарий утром 11 мая, и не знаю, каким будет положение вечером, когда он выйдет в эфир. Могу только сказать, что я очень надеюсь, что Алексей Малобродский выздоровеет и выйдет на свободу. Малобродский находится в СИЗО уже год, и держит его там только для того, чтобы он дал показания на режиссера Кирилла Серебренникова. И режиссера, и директора обвиняют в каких-то совершенно фантастических хищениях. Например, в том, что они полностью украли деньги, выделенные государством на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Обвинение утверждает, что спектакль никогда не был поставлен, а он идет уже пять лет. И сегодня идет, буквально одновременно с судебными заседаниями. Его посмотрели тысячи зрителей. Но суд это не интересует. Если президенту можно рассказывать дикие небылицы на Красной площади, то что может помешать прокурорам рассказывать полную чушь в суде, а судям с этим соглашаться? Никто не знает точно, почему российские власти вдруг стали преследовать режиссера Серебренникова. Называют разные причины. Дескать, дело инициировали то ли министр культуры Мединский, то ли духовник Путина, епископ Тихон Шевкунов. Еще говорят, что это борьба за влияние между Следственным комитетом и прокуратурой. Серебренников сейчас под домашним арестом. Ему не позволили закончить работу над фильмом о Викторе Цое. А несколько недель назад Министерство культуры направило в суд письмо с просьбой оставить Серебренникова под домашним арестом, а Алексея Малобродского в тюрьме. Сейчас фильм Серебренникова, он называется «Лето», показали на Каннском фестивале. А российский Минкульт пожелал российскому кино победы в конкурсе. Вот это и есть величие России, каким его любят Путин и все остальные наследники. Ностальгирующие по Советскому Союзу. Чтобы они могли орать о победах, а победители при этом сидели в тюрьме.